Доброе утро всем, кто только что включил телевизор. Сделали вы это очень вовремя, потому что сейчас, как всегда, будем рассказывать очень много интересного. О да! Министерство образования и молодежной политики Свердловской области ежегодно предоставляет из областного бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Да, так, Институт регионального развития при Уральской торгово-промышленной палате получил субсидию из областного бюджета на реализацию онлайн-марафона для соотечественников, проживающих за рубежом «Урал. Опорный край державы. Судьбы известных промышленников в истории страны». Все подробности о проекте узнаем у начальника отдела международных и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Маргариты Медведевой. Доброе утро. Доброе утро. Маргарита Геннадьевна, пожалуйста, расскажите, как появилась идея этого проекта? Вообще, вопросы соотечественников являются частью государственной политики Российской Федерации. И если об этом говорить более неформально, то мы можем воспринимать наших соотечественников, проживающих за рубежом, как народных послов Российской Федерации. То есть тех людей, которые могут нести миссию и ценности нашей страны за рубежом. Уральская торгово-промышленная палата, несмотря на то, что является ведущим бизнес-объединением, также активно развивает международные гуманитарные связи. Ну и, соответственно, вот так появилась идея проекта, миссией которой станет объединение наших соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение русского языка и, в первую очередь, я бы даже сказал, продвижение бренда Свердловской области. Амбициозная цель, безусловно, и в рамках проекта будет организована серия телемостов. Почему именно такой формат выбран? В первую очередь, чтобы охватить географию, конечно, то есть из-за удаленности наших стран, в которых будет проходить проект. Ну и для того, чтобы охватить наибольшее количество участников, которые могут поучаствовать, посмотреть наши эфиры. Какие страны будут с нами на созвоне? Страны? Мы выбрали следующие страны. Это Турция, Сербия и Куба. Да. Объясню, почему. Потому что сообщества соотечественников и российских граждан, которые там проживают, они очень активны. Они активно поддерживают связи с Россией и, соответственно, с этими странами очень интересно делать вот такие проекты. То есть поддержка у вас и с той стороны активная, и здесь тоже вам кто-то помогает? Конечно. В первую очередь, как вы уже сказали, это Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В рамках их субсидии мы реализуем этот проект. Ну и, конечно же, это российские центры науки и культуры в Анкаре, в Гаване и в Белграде. Очень любопытно. О чем планируется рассказывать в рамках таких телемостов? Мы хотим охватить широкий круг вопросов. Это и история создания Екатеринбурга, история развития демидовских заводов. Конечно, мы охватим и современность. Расскажем про интересные международные события, которые проходят в Екатеринбурге и в Свердловской области. Гостями наших эфиров станут также представители бизнеса, которые развивают проекты, связанные с продвижением бренда Свердловской области. Например, это проект «Мариинские избы» или «Завод Сесерти». Также в эфирах примут участие представители промышленных предприятий и университетов. Под каждую страну у нас придуман свой список спикеров. Но есть ли шанс попасть на запись такого телемоста у простого телезрителя? Ну, вы знаете, во-первых, посмотреть наши телемосты точно можно. Подробную информацию можно будет найти на нашем сайте. Ну, если кто-то хочет поучаствовать, мы также открыты к сотрудничеству. И, пожалуйста, будем рады ответить на все заявки. То есть можно даже предложить себя в качестве спикера, если ты делаешь что-то вот в этой области? Почему нет? Почему нет? То есть я думаю, что если у кого-то есть идеи, то мы рады к сотрудничеству. Давайте попробуем составить портрет зрителя вашего, которого вы наверняка ждете. Это интересный вопрос. Это, на самом деле, портрет, он очень широкий. Это может быть и студент университета. Это может быть взрослый человек, который занимается бизнесом и раньше, допустим, проживал в Российской Федерации. Также в Турции, например, у нас это будут и студенты факультета русского языка в университете Адденис. То есть портрет, он, на самом деле, очень широкий. Как будет решаться вопрос с разностью во времени? То есть мы все равно ориентируемся на екатеринбургское время, правильно? Да. В какое время? В начало стартует? Очень хороший вопрос. Мы тоже его продумывали. То есть если с Турцией, с Сербией здесь у нас разница не такая критичная, и мы будем проводить дневное время, то с Гаваной, конечно, у нас очень большая разница во времени. Да, и наш эфир мы будем начинать в 7 вечера по времени Екатеринбурга. И в Гаване в это время будет, по-моему, в 10 или 11 утра. А, ну тоже. Это еще, да, вполне себе. Да, да. Это хорошо. Куба известна своими танцевальными направлениями. Будет ли возможность, может быть, прямо посмотреть что-то танцевальное или попробовать даже? Пока что мы предполагаем, что наоборот, те граждане, которые проживают на Кубе, будут смотреть про нас, про Сыгловскую область, про развитие региона. Но, возможно, в следующем году мы будем развивать этот проект, и уже мост будет двухсторонним, чтобы мы могли устроить именно обмен культур. Замечательно. Очень интересно. Планы еще какие на будущее? Вот первые мы пройдем, дальше все равно уже с кем-то простраиваете дело. Да, конечно, хотелось бы очень дальше развивать этот проект. В первую очередь развивать географию проекта, то есть выходить на другие страны, пока пускай это будет небольшой интригой на какие, чтобы у нас остались с вами темы для следующей передачи. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы как-то расширять формат. То есть, возможно, делать его двусторонним для общения, возможно, делать его выездным, но вот время покажет. Будет ли форма обратной какой-то связи? Да, конечно. Все участники у нас проходят регистрацию. И также, что важно отметить, помимо эфира, каждый участник получит расширенный такой гайд, путеводитель по Свердловской области, который будет охватывать не только туристические моменты, но и вот также интересные исторические факты, инвестиционные, допустим, страничку. Ну и вот, в общем, я думаю, что будет классно. Потрясающий проект, действительно, очень интересно даже и поучаствовать, и посмотреть. Ну, последний вопрос зададим по теме сегодняшнего эфира насчет комнаты, которую вы хотели бы обустроить у себя дома. Она может быть какая-то фантазийная, абсолютно, да. Вау. Возможно, это комната принцессы. Во! Прекрасно! У нас еще не было такого варианта, кстати говоря. Сформировали мы, наконец-таки, вот ваши вот эти вот украшения. Комната принцессы. Это идеальный вариант. Спасибо вам огромное за то, что рассказали про чудесный проект «Урал. Опорный край державы. Судьбы известных промышленников в истории страны». Я напомню, у нас в гостях была начальник отдела международных и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Маргарита Медведева.